Итак, мы идем дальше. Следующий момент, который нам нужно изучить, это списки. Если мы взглянем на исходную статью, мы увидим, что здесь есть такой список, который отличается от абзацев, то есть он выглядит именно как список. В нашем же случае мы сделали просто 4 отдельных абзаца, и здесь он у нас как список, он не совсем проходит. Дело в том, что в HTML для создания списков есть отдельные теги, причем их целых 3 вида бывают списков. И начнем мы с самого основного, это обычный упорядоченный список. То есть там нам даже не понадобится указывать вот эти единичку, двойку и так далее. Это все будет сделано автоматически. Мы это убираем, также убираем абзацы, в принципе они нам не нужны, потому что мы будем использовать специальные теги. Здесь также убираем закрывающие абзацы. Вот у нас есть 4 предложения, которые должны быть сделаны именно в виде списка. Первый тег, который нужно знать, это тег OL. Это сокращение от английского Ordered List, то есть упорядоченный список. То есть мы говорим, что вот эти 4 строки будут у нас элементами упорядоченного списка. И теперь каждый элемент нам нужно заключить в свой тег, который пишется как ли. Вот таким образом. Слэш ли. И таким образом мы каждый элемент должны заключить в тег ли. Здесь я закрою, здесь открою для каждого элемента. Все, вот таким образом мы с вами создали список. Сначала мы открыли контейнер, сказали, что мы будем делать упорядоченный список. Упорядоченный – это значит, что он будет обладать какими-то маркерами в виде либо цифр, либо букв, либо в виде еще каких-то символов, о которых мы поговорим чуть позже. Сейчас мы просто указали OL и посмотрим, что это нам дает. И вы видите, да, что мы получаем уже такой готовый список. При этом однерка, двойка, тройка и четверка подставлены автоматически. Здесь у нас их в коде нет. Вот таким образом работает тег OL. Он создает упорядоченный список. Теперь поговорим про второй тип списков. Это неупорядоченный. Я думаю, вы их также уже видели. Это когда вместо цифр указываются такие черные маркеры для каждого элемента списка. И там отличие лишь в том, что вместо буквы О, которая отвечает за слово упорядоченный, ставится буква английская U, которая сокращение от слова unordered, неупорядоченный. Соответственно, здесь мы открыли, здесь закрыли. И маркеры также создаются, то есть каждый элемент списка также создается с помощью тега LI. Сохраняем, проверяем. Вот у нас под ним появился еще один список уже в виде маркеров, то есть он неупорядоченный. Здесь каждый элемент равноправен, да, то есть здесь нет одного четвертого, другого первого. Здесь все элементы равноправны, и каждый из них имеет вот такой маркер. И последний вид списков, который используется достаточно редко, но все равно он может вам где-то встретиться, поэтому мы должны его знать. Это так называемый список определений. Потому что в данном случае, смотрите, мы использовали списки, где просто каждый элемент списка, он самодостаточен, ему больше ничего не нужно. Это просто элемент списка, да, допустим, список городов или список каких-то актеров, например. Но иногда бывает так, что для каждого элемента списка требуется какое-то описание. То есть элемент списка, за ним идет описание, элемент, за ним идет какое-то описание. Вот для таких списков определений и нужен третий вид списков, которые создаются с помощью тега DL, то есть description list. Description – это как бы описание, и можно сказать, это контейнер описательного списка. И здесь уже отличается создание пунктов этого списка, то есть они уже создаются не с помощью li, а с помощью dt, то есть description, термин. То есть сначала создается так называемый термин, а затем мы еще будем создавать под него описание. Поэтому каждый элемент списка мы создаем в данном случае с помощью тега dt. И здесь dt также должны мы закрыть для каждого элемента. Но это еще не все. Если мы сейчас сохраним и посмотрим, мы увидим просто ничего особенного. Просто такой список, который не имеет маркеров, и просто у нас четыре подряд идут элемента. Но смысл его в том, что после каждого блока dt, после каждого элемента мы должны еще указать описание для этого блока с помощью тега dd. Вот таким образом он пишется. И здесь мы, допустим, напишем описание 1, для остальных давайте сделаем описание 2 и так далее по порядку. Просто пронумеруем описание 2, 3 и 4. Сохраним, обновим. И вот мы видим эту картину. Идет элемент списка, за ним идет описание элемента, описание. Вот таким образом это работает. В принципе, еще раз скажу, что вот эти два списка это основные. Мы ими будем пользоваться в первую очередь. И чаще всего этот список с описаниями, да, он используется достаточно редко. Но когда вот именно бывает такая ситуация, что нужен описательный список, то он здесь выручает, так скажем. На этом мы здесь остановимся. Три вида списка мы с вами изучили. И как домашнее задание, если хотите, обязательно попробуйте сделать еще хотя бы по 2-3 списка ненумерованных и нумерованных, чтобы у вас в голове отложилось, что OL – это Ordered Нумерованный, да, Сортированный, а U – это Ненумерованный. То есть там все равноправные и там просто черные маркеры будут ставиться. На этом все. Увидимся в следующем уроке.